Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня я хочу сделать обзор на автомобиль Land Rover Defender в 130-м кузове 2013 года выпуска двигатель 2.2 турбодизи механика полный привод механическая коробка шестиступенчатая пробег на данном экземпляре 86 тысяч километров практически весь в оригинальном состоянии в оригинальном это как? тот дополнительный тюнинг, который на нем установлен тоже имеет оригинальную основу вот эти накладки на капоте, на крыльях это все оригинальные решетки на фарах и решетки на задних фонарях я их еще покажу оригинальные кенгурин на бампере на переднем оригинальный бампер оставили в стоке не стали ставить под лебедку это, наверное, будет чуть-чуть попозже лестница багажник это оригинал не оригинал здесь колеса имеют в виду диски и глушитель глушитель уже сделали дополнительно чтобы воду не хватало а диски куплены оригинальные будут установлены останется в оригинале также установлены подножки с четырех сторон для удобства посадки установлен прожектор наверху яхтенный управляется он с пульта как это происходит сейчас покажу автомобиль проходимый довольно-таки удобный вот у нас пульт включаю свет и вот так вот у нас работает яхтенный прожектор можно угол наклона регулировать можно его поворачивать также можно его включить и выключить прожектор довольно-таки яркий как фароискатель также стоит боковой прожектор тоже стоит оригинальный от Land Rover стоят зеркала зеркала оригинальные но уже поставили с подогревом шноркель тоже стоит дополнительно установленный оригинальный решеточки на передних фарах я показал решеточки на задних фонарях подкипы передних тоже оригинальные две канистры 20-литровых дополнительно и от Expedition удобная штука сцепное устройство подвесы для тросов для веревок также здесь большой кузов и отверстие ведь это же 130-й это самый длинный из Land Rover данная серия выпускается с 2012 года по настоящее время вот такой у нас кузов запасное колесо и большая багажная площадь здесь стоит дополнительно компрессор на подкачку сделан здесь дополнительно стоит бак этот бак на вебасту на обогрев салона также стоит вторая вебаста на обогрев двигателя все это установлено как дополнительное оборудование данные автомобили в России официально не продавались этот экземпляр куплен и завезен из Финляндии в салоне места немного но его достаточно достаточно для комфортной езды 5 человек здесь сзади лежит скраб холодильник сиденья спинки сиденья сзади ну скажем так неудобные неудобные в каком плане вот если посмотрите они практически вертикально на недалекое расстояние проехать можно далеко проехать будет неудобно автомобиль снабжен кондиционером видно снизу на консоли кнопку AC и кнопка подогрева передних сидений слева и справа также стеклоподъемники впереди электрические а сзади обычные наши в простонародье сказать метелки но тем не менее окна открываются что у нас под капотом из-за накладок защитных у нас капот тяжелый открывается капот с правой стороны изначально все-таки автомобиль английский праворульный поэтому и открывашка у него с правой стороны у 90 дофендера открывашка капота здесь под консолью попробую если смогу капоту открыть одной рукой потому что он тяжел нет смог вот наш двигатель двигатель 2.2 турбодизель как я понял это вот на передней крышке написано Фомока фордовские двигателя фордовская коробка шестиступенчатая механическая крутящий момент 360 ньютона метров двигатель довольно-таки живой тяговые как говорится возможности его хорошие расход бензина натуральный расход бензина расход солярки у него получается 10-11 литров по трассе падает чуть ниже 9 литров но опять же крейсерская скорость на 6-й передаче это примерно 120-110 120 км в час и идет мягко находясь в автомобиле даже и не скажешь что это вот такой вот недорожник штатная у него подвеска не тюнингованная спереди жесткий мост одна пружина сзади у нас жесткий мост двойная пружина пружина в пружине вот если видно я думаю видно раздатка механическая включается она в ручном режиме вот рядом рычаг блокировка только на раздатке дополнительной блокировки в мосты не устанавливались так как автомобиль не планируется засаживать большую грязь ну а так ходовые качества автомобиля я показать по грязи не покажу по полям здесь проехаться можно будет сейчас выезжать буду на дорогу покажу стоит люстра и стоят четыре прожектора прожектора довольно-таки мощные когда включаешь на трассе такое впечатление что едешь просто по освещенной городской улице приятный в управлении но не автомобиль на каждый день по городу на таком автомобиле ездить не будешь во-первых он длинный неудобно парковаться и у него большой радиус поворота это автомобиль для удовольствия для удовольствия передвижения рыбалка охота но опять же такой автомобиль жалко будет садить в грязь по самой не балуйся а в целом в целом автомобиль замечательный то что говорят а говорят если человек купил лендровер он постоянно его ремонтирует это неправда это все я раньше сам боялся лендроверов потому что никогда с ними не связывался а здесь волей судьбы появилась возможность товарищ обладатель автомобилей лендровер марки лендровер позволил узнать эти автомобили получше и вот скажем так я поклонник этой модели этот автомобиль очень приятен в управлении не именно дефендер а вообще автомобиль лендровер те ощущения от движения они не сравнимы ни с каким другим автомобилем сядем прокатимся посмотрим как он на ходу застегну кузов здесь помимо еще снизу такие резинки чтобы он не хлопал ну и подножка покажу вот именно как и для чего нужна подножка откидывается легко встал ногой и залез в автомобиль также защелкнуть ее не составляет никакого труда она спокойненько раз и уже не мешает ну поехали специально выехал в такую где можно покачать автомобили стороны в сторону нету в нем жесткости в нем мягкость и валкость можно было бы как говорится залезть в грязь помесить ее потом не хочется отмывать прокатимся по асфальту не знаю тот кто из ребят любит джипинг полазить куда-нибудь залезть что-нибудь и средства позволяют приобрести такой автомобиль для своего удовольствия это конечно прекрасное чувство куда-нибудь залезть на хорошем автомобиле а так по ощущениям уазик ничем не хуже но нет у него все равно такой харизмы как у лендровера вот еще один харизматичный автомобиль хаммер h2 троглодит по поеданию бензина вот и сделал я небольшой обзор по автомобилю лендровер defender 2013 года выпуска 130 130 это обозначение длины базы пустом состоянии вес этого автомобиля чуть больше двух тонн снаряженном состоянии вес автомобиля 3 тонны 300 килограмм но рулится он легко одной рукой на рулю переключая можно приспособиться скорость автомобиля максимальная заявленная 145 килограмм в час но так как здесь EGR заглушен сажевый фильтр вырезан стоит прошивка заменена на евро 2 ошибок уже никаких как можете видеть не светится автомобиль задышал поехал да экология да здорово но она душит она душит автомобили так что и потеря мощности и потеря ресурса на таких автомобилях этого даже и не нужно на этом все обзор автомобиля я закончил кому-то понравится кому-то не понравится а мне нравится всего вам доброго ребят